Приветствую вас дорогие зрители, меня зовут Дима, вы находитесь на моем игровом канале. Мы продолжаем играть в FVS 17, продолжаем зарабатывать деньги и сегодня у нас будет такая продажная серия, будем продавать прибыльные товары. Это у нас дерево и тюки. В прошлых сериях мы также работали на полях и остановились, честно говоря, не очень припоминаю на чем, но что-то было также связано. А, мы же работали на... в том лесу тоже с деревом, кажется, да? Свезли один прицеп. Вот, ну и что у нас изменилось? Значит, за кадром я также немножко поработал и мне написали в комментариях, что появился вот такой чудо-прицеп. Спасибо огромное за информацию. Вот, я как бы и сам захожу на этот сайт, но чем раньше вы сказали, тем это лучше было. Вот, и этот прицеп уникален тем, что он... у него работает автозагрузка бревен и автовыгрузка. Вот, немного получше, чем на прицепе, где с антюками. Так, сейчас, одну секунду. Так, продолжаем. Вот, здесь немножко легче управление в плане того, что вот эти всякой конфигурации, загрузка-выгрузка, вот на том же прицепе немножко потяжелее там работает. Вот, ну и этот прицеп тоже как бы не самый из лучших вариантов, но все же что-то, чем ручная погрузка. Потому как погрузка и выгрузка работают здесь немножко, ну как, коряво, можно так сказать. Вот. Ну и что, конечно, еще можно сказать о нем, это то, что вот эти ремни, это, конечно же, что-то просто нечто, можно так выразиться. Потому как без них было бы, конечно, трудно. Как и с бревнами, так и с другими различными товарами, вот при перевозке. Так, нам осталось ехать буквально здесь немножко. Но я стараюсь не разгоняться, потому как на поворотах просто здесь заносит. Вот. И также за кадром я покосил травы. Буквально там, везде, где нашел большие луга. Это кроме нашего, нашего, на нашем луге я пока ничего не косил, потому как дождаюсь полного созревания. Травы. И потом уже буду проверять, тестировать, где лучше выходит, где больше, где более прибыльный. Так, ну и вот мы видим здесь вот это поле небольшое. И я так думаю, может быть, его прикупить. Оно как раз, смотрите, маленькое, недорогое. И находится рядом с лесопилкой. Для чего я хочу его купить? Ну, наверное, вы уже догадались. Это для посадки сюда деревьев. Вот. Оно, в принципе, маленькое для посева, но очень большое для фермы деревьев. Вот. Мы его обязательно купим уже, когда у нас будет, ну, хотя бы чуть-чуть побольше денег. Вот. А я так думаю, деньги у нас будут сегодня, потому что мы будем заниматься продажей. Вот у нас там очень много тюков собралось. Я сейчас вам покажу. Смотрите, смотрите, еще вот этот звук присутствует. Это вообще классная атмосфера у нас получается. Так, давайте посмотрим, сколько мы получим за этот переполненный прицеп. Потому как тогда мы получили... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Аккуратно. Так, здесь нам уже не получится развернуться. Так, что же делать? Как же нам заехать? Так. Что если, может быть, как-то вот так? Таким вот образом. Да, слушайте, здесь уже... Здесь потяжелее придется нам. Маневрировать с этим... С этим тягачом. Так. Может быть, как-то вот сюда попробовать? Нет, давайте вот как. Надо задом заехать. Вот, правильно. Заедем задним ходом. Стоп, стоп. Так, не так. Вначале развернемся. И уже вот... Попробуем задним ходом. Попробуем задним ходом. Пока уж. зя итак смотрим 150 тысяч снимаем ремни и ой-ой-ой-ой немножко здесь они смотрите все продалось и мы получили 40000 40000 это у нас на 10000 больше чем полный прицеп то есть неплохо неплохо почти полтинник за какой-то прицеп но здесь довольно таки много бревен сейчас я вам покажу сколько я вырубил на такое количество прицепа там уходит но честно говоря может быть где-то около 15 деревьев может быть даже плюс-минус 33 4 дерево вот я почему собственно занялся деревообработкой да потому что у нас этот буфало не буфало этот скорпион он арендован вот и почему бы не воспользоваться моментом мы что деньги заплатили вот а до самой окончания самой аренды у нас очень много еще буквально где-то пол суток вот и как бы зачем техники простаивать если можно ею воспользоваться пока у нас принципе поля то это созревают вот но и скорее всего я планирую прикупить еще один трактор вот у нас будет три трактора почему три потому что 2 2 трактора не хватает во первых когда у нас идет приходит черед работы с с плугом то там буквально рук не хватает рабочих вот и приходится приходится и самому работать и других нанимать и все равно не хватает у нас так ну как видите вот такое вот место давайте посчитаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять значит 15 16 где-то около 20 даже больше да то есть около 20 у нас деревьев давайте таки продолжим вот и меня в комментариях спрашивают как я пилю на 12 метров но это здесь небольшой секрет я могу пилить не не только на 12 вот и 13 и 15 до 20 метров можно также можно вот до 30 метров пилить 30 метров это полное дерево а вот но и сбрасывается заново так ну что ж давайте продолжать короче говоря длина распила можно задать в настройках самого вот этого скорпиона достаточно иметь небольшой навык в английском языке буквально элементарный можно сказать и достаточно понять где эта функция где ее можно найти и там уже прописываете там написано от 0 до нет ни от 0 а от единицы было до 8 я добавил от единицы до 30 вот и таким образом вот я могу теперь пилить бревна до 30 метров также можно выставить и до 40 и так далее не до 50 и до 100 метров вот таких деревьев у нас нету самое длинное дерево это у меня было где-то около 37 метров то есть я его распилил вот на три таких бревна по 12 метров вот итого у нас 36 ну плюс-минус скажем 37 вот занятие вот это не такое быстрое быстро в принципе я думал может быть увеличить скорость вот этой распиловки чтобы он быстрее пилил в принципе это тоже можно подправить если найти эту функцию там так что ж такое здесь у нас смотрите лес такой высокий высокий и здесь практически все деревья такие самые длинные вот как раз такие самые дорогие потому что у них ствол идет смотрите какой толстый да в начале вот и чем толще и длиннее и прямее тем у нас дороже бревна вот но я пока не встречал никаких кривых деревьев честно говоря может быть это и незаметно но пока вроде вроде бы все были вот такие прямые в общем если заниматься лесным хозяйством то есть зарабатывать на лесе то это не так уж и плохо то есть не так уж и дешево а кстати вот дерево смотрите 36 метровое вот одно бревно вот второе бревно и вот третье бревно 36 метров даже 37 то есть если иметь скажем набор модов скажем какой то ну а что например это только вот этот прицеп да прицеп для автозагрузки и выгрузки ну и вот сам вот этот аппарат все в принципе у нас производство и продажа обеспечена так сказать вот так же и стюками стюками что необходимо это в основном это погрузка самая тяжелая и выгрузка вот как и с деревом это нам облегчает специальный прицеп который оборудован автовыгрузкой вот и уже так же можно делать мне кажется даже больше денег чем на дереве так давайте пилить наверное длинные а короткие уже в конце в конце в конце в конце в конце в конце Так, давайте спилим еще одно дерево и уже, наверное, посмотрим. Сколько у нас там будет по вместимости в тот прицеп. Я сейчас буквально перед серией поиграл немножко в No Man's Sky. Вот. Кто слышал и кто играет в нее, тот, наверное, должен узнать, о чем сама игра. Вот. Ну и вышло, в принципе, обновление по ней довольно-таки интересное. Куча всего добавили. Это в основном новые ресурсы, новые виды, да. Их довольно-таки множество. Новые сами иконки вот нарисованные. Ну и, конечно же, строительство базы. Но само строительство я пока что не понимаю, как там до него дойти, потому что требуется какой-то терминал строительный, и потом оружейный какой-то терминал для оружия. Вот. Это все надо изучать. И пока что я до этого не дошел. Но что хочу сказать, что касается графики. Кстати, в этих сериях у нас были небольшие такие тормоза. Это потому, что я не отключил вот эта фильтрация. Нет, не фильтрация, а какая-то там, какое-то сглаживание. Вот. Я его отключил. У меня просто гладкая. Вообще без всяких лагов. Вот. Игрушка была отлично. То есть с оптимизацией они уже, конечно, сейчас поработали. И довольно-таки неплохо. Так, ну что ж, давайте грузим. Начинаем грузить. Вот что плохо, что попадается вот прямо на передний наш... Вот эта стойка передняя, которая ограничивающая. Это только вот если ехать, то они не попадаются. А если стоять на месте, конечно, они начинают скапливаться на том месте. Вот. Ну и как видите, кривовато работает. Смотрите, радиус не такой большой. На том же прицепе в пятнадцатом намного лучше было. Так, давайте сейчас немножко их протрамбуем. Опа, они начинают ползти. Нам этого не надо. Так. Я здесь опять сейчас застряну. И не смогу развернуться. Так, ну давай-давай-давай. Что ж там такое творится? Почему они ползут назад? Вот кто знает. Давайте их выгрузим заново. И загрузим снова. Смотрите, как они... Как они хреново складываются. Ну что же это такое, а? Да, почему-то они вот ползут назад. Непонятно по какой причине. Опа, мы что просели, смотрите. Они буквально еле-еле достают до земли. Вот у нас одно бревно справа. Мы его тоже прихватили. И я думаю, можно прихватить вот эти четыре штуки, которые остались. Так, с левой стороны, да. Ну, давай-давай-давай здесь. Так, и последнее. Все. Все. Все, надо уезжать, а то мы отсюда точно не выйдем. Да, но все-таки, смотрите, как они сползли назад. Что не очень и удобно. Центр тяжести смещен. Нам главное, чтобы у нас... Прицеп не поднялся наверх. Хотя вряд ли. Хотя навряд ли это возможно. Так, вот, аккуратно. Да, здесь, конечно, дорога... Не для такого транспорта. Кстати, кстати, насчет транспорта. Игрушка Transport Fever. Вот. Я ее прикупил. Кстати, прикупил всего лишь за 10 долларов. Вот, в стиме она 18 стоит, как ни странно. Ой-ой-ой, аккуратно. Что ж такое, ну? Ювелирная такая работа. И, можно сказать, что очень даже нервная. Буквально переживаешь. Очень сильно. В общем, игрушка... Куплена. И я там посмотрел. Попробовал немножко поиграть. Вот. Ну, это надо вникать. В саму игру. В сами эти правила. Вот. Надо немножко посмотреть сами эти гайды. Как что? Как начинать? Как вообще строить дороги? Как это все просчитывать? Вот эту всю инфраструктуру. Всю экономику. Так. Ну, что ж. Погнали. Вот сейчас чей-то любимый момент. Наверное, да? Смотреть на груженый КАМАЗ. Вот этот у нас прицеп с бревнами. Смотрите, мы его разогнали полностью до предельной скорости. Это у нас 82-83 километра в час. Если бы не эти ремни, я уже не представляю. Мы бы все потеряли по дороге. Эти ремни, конечно, рулят в 17-й версии. Я слышал, что разработчики хотят добавить в эту игру немножко, можно так сказать, комбинации других игр. Это, например, ремонт ремонт техники. То есть, вы все, наверное, знаете игру Car Mechanic Simulator. Вот, 15-й. Вот. И они планируют, как бы, создать такой автосервис, например, да? Вот на нашей территории фермы имеется автосервис. Мы заезжаем, скажем, на нашем тягаче. Вот. И у нас есть такая возможность, скажем, допустим, ну, снимать колеса, менять детали, смотреть износ, а там также двигатель. Ну, в общем, короче, все, что... частично все, что было в Car Mechanic. Довольно-таки интересная новость, но сказали, что это выйдет все как в DLC. Вот. И, конечно, он будет платный. И стоить он будет довольно-таки дорого. Чуть ли не то ли от 12 до 15 долларов. То есть, представляете, да? Цену. Но сказали, что будет возможность все детали, практически все детали разобрать на части. Так. Сможем ли мы, наверное, да? Сможем. Отлично. Отлично. Но этот DLC уже сказали, что будет после нового года. Вот. Он сейчас в разработке. Так. И мы получали... получили опять 40 тысяч. То есть, 39... Ну, 40, грубо говоря. Смотрите, две ходки у нас уже почти 100 тысяч. то есть, 80. Сейчас мы еще на тюках заработаем. Но тюки надо обвернуть. Они не обвернуты. Вот в чем проблема. Вот. А... Ну, давайте мы сейчас немножко их прокрутим. Вот. Всеми, наверное, вы знаете, у нас уже вот этот аппарат. Я забыл, как он называется. Тюк... Ну, короче, который обворачивает тюки. Тюка-упаковщик, наверное, да, он так называется. Нам его немножко улучшили, и он теперь работает с большей скоростью. Вот. Ну, и также у нас на базе есть небольшое обновление, как и в технике, так и в ее расположении. Я там сделал немножко порядок. Что-то убрал, что-то продал, кстати говоря. Продал трактор, который у нас удобрял поля и прикупил немножко более новую модель. Вот. но тоже такой маленький. Потому как тот уже был какой-то старый. Вот. Все-таки у нас современная техника. Вот. И должны работать хорошие трактора на полях. Все старье мы будем продавать. также продал фуражный прицеп. Вот. И большой плуг. Ими я не пользуюсь. Вот. И давайте сейчас мы заедем с этим прицепом вот сюда. Если у меня конечно получится. В принципе должно получиться. здесь ничего сложного. Главное по чуть-чуть подруливать. Так. И мы как раз берем вот этот прицеп другой для тюков специальный. Ну и пока даем отдохнуть нашему тягачу. Здесь как обычно смотрите сложил здесь у нас относится к посеву и обработке полей здесь у нас относится к тюкам вот ну а пока что здесь загнал трактора трактора вот и давайте посмотрим на наш новенький трактор. Я взял марку фендет вот моя любимая сейчас на нее посмотрим вот он вот так вот выглядит узкие колеса смотрите какой и даже зеленый прицеп под цвет самого трактора можно можно было бы в принципе взять и черный либо вот такой вот серый вот но я захотел взять почему-то зеленый так давайте смотрите что у нас с тюками смотрите у нас буквально огромное количество их так надо вырубить то шумит сильно вот смотрите какое у нас их количество здесь просто денег немерено это считаете где-то ну вот одна ступка неполная 50 50 тысяч ну где-то около 120 тысяч это точно вот здесь у нас находится давайте немножко пооборачиваем здесь у меня находится вся техника связана с покосом но и уже инструмент который не поместились под навес так давайте начинать с самого первого обмотка у нас производится довольно-таки быстро смотрите раз два и готово 5 секунд буквально у нас да раз два три четыре да около четырех пяти секунд теперь уже намного быстрее вот и не так скучно как тогда было с этой с этим упаковщиком приходилось ждать долго вот но как у нас как говорится время деньги так сколько у нас там два четыре шесть восемь десять два четыре шесть семь семнадцать штук семнадцати нам надо где-то около тридцати чтобы забить полный прицеп давайте я поставлю на паузу вот и наверно уже когда намотаю тридцать штук я уже включу запись в общем смотрите что творится здесь вот я думаю пока что хватит мотать давайте вот этот последний домотаем потому что он среди всех здесь вот не обмотанный и он скорее всего попадет к нам в прицеп вот что еще плохо с этим упаковщиком у него радиус захвата очень маленький если она тек не попадает вот в эту виллу захвата вот видите он даже вот сейчас еще повезло а бывает что он просто не захватывает его в чем в чем проблема честно говоря радиус я не знаю есть ли там какой-то радиус вот ну ладно давайте тогда уже перемещаться на наш тягач и так что у нас тюки включены и будем загружать их на платформу хоп все смотрите как сразу быстренько у нас идет загрузка главное чтобы нам не попали вот эти зеленые ой немножко траву затопнали ничего страшного все смотрите так теперь что мы делаем теперь мы делаем вот что закрепляем ремнями и повезли здесь тоже вот вот эта платформа она довольно таки покачивается на поворотах тоже аккуратно нужно вести вот ну и что касается модов я так и не понял я позапрошлом видео я спросил что делать желаете ли вы чтобы вы скачали общим архивом все мои моды либо расписать каждый и выложить ссылку на каждый что делать вот напишите в комментариях и я уже буду иметь ввиду потому что я не знаю как вам будет удобней благо у нас бега здесь близко вот и мы сейчас быстренько выгрузим и так же заработаем немножко деньжат постепенно я слушайте я на этом повороте постоянно я вот немножко здесь щепчет чуть и все ушел бы туда вниз так что насчет выгрузки здесь вообще элементарно можно так сказать так выбираем сторону разгрузки и выгружаем все смотрите раз-два и готово и что интересно цена у них также остается и того у нас 50 тысяч капнуло в общем вот такая вот работа по заработку денег всем спасибо за просмотр всем желаю также зарабатывать ничего и у себя 46000 всем желаю также зарабатывать деньги в фс-17 теперь вы знаете секрет такого небольшого бизнеса можно так сказать и давайте посмотрим 85 и он еще там перерабатывается короче где-то около 90 тонн жидкого удобрения ну что ж всем удачи и всем пока